Ну а может быть вообще Луна это та самая Земля, на которой живут небожители, которые собственно говоря с Земли поднимаются туда на Луну. И поэтому нам вроде бы и представили вот эту самую Луну как искусственный спутник Земли, или вообще спутник Земли, который летает вокруг Земли. Для того, чтобы показать, что это спутник Земли, что это просто тело космическое, которое летает над Землей и вокруг Земли. Чтобы отбить у нас всякие мысли, что на той самой Луне живут небожители, люди, которые с Земли улетают на Луну, чтобы допустим не попасть в ядерную войну. Ведь когда начнется ядерная бомбежка, то какие там шахты подземные, друзья. Все может подвернуться и все погибнет. Поэтому скрываться на Земле от ядерных бомбежек, от цунами, ну практически невозможно, может захватить вообще всех людей. И скрыться-то можно где? Только на Луне, на звездах, которые над нами. Однажды, это было в 1996 году, сидя в отеле на Пятой Авеню в Нью-Йорке, я смотрела одну передачу, где та самая команда, которая высадилась на Луне, и им пели все гимны и хвалебные оды. Эта самая команда справляла очередную годовщину высадки на Луне. С ними не было Амстронга. И надо сказать, меня удивило поведение команды. Я тогда ведь не очень задумывалась, понимаете, когда нет материалов и не на чем задуматься, и это еще не был век интернета, когда можно было много подчеркнуть и узнать новости, то я просто поразилась тому факту, что команда Амстронга вела себя более чем скромно. Они сидели и как будто бы и не радовались этому празднику, который проходил в честь них. Опять-таки, меня поразило, что праздник проходил не где-то в большом городе или не в окружении чиновников, чествовавших, а очень скромно все проходило. Какие-то были деревянные скамейки, на которых сидели подиум какой-то деревянный, на котором сидела команда Амстронга, и все они сидели вот так буквально головы, опустив свои плечи и на грудь. Они не смотрели в экран, они не смотрели в объектив, они не хотели улыбаться и не хотели ничего говорить. И кажется, кого-то из них попросили выступить, но они отказались. Никто из них не выступал. И тогда я не знала, что случилось и почему нет Амстронга, хотя, по-моему, уже было известно, что он умер, и уже год как умер в это время. И тогда мы еще, правда, не знали, что Амстронга держали психушки. Как мы знаем, и нашего Юрия Гагарина тоже держали психушки. Посмотрите мой ролик на эту тему. Довольно интересный ролик, который многое вам может рассказать и объяснить. Как Юрий Гагарин сбежал из психушки и что потом было с ним. Итак, Амстронг, он тоже лечился в психушке. И там же он умер. Или как только его выпустили, он сразу и умер где-то очень близко. То есть понятно, что человека залечили для того, чтобы не дать ему возможности говорить. Что он хотел сказать людям? Опять-таки останется уже вместе с ним там где-то на тех самых далеких планетах, куда улетает душа космонавтов. Многие американцы, друзья, сами уже не верят в высадку на Луну. И вот я встретила такой материал, где подошвы не совпадают. То есть на грунте одни следы, а бахилы космонавтов, они совершенно другие. Нет этой рифленности, которая есть на тех следах, которые оставили на Луне. И так как там нет ветра, то значит эта пыль навсегда осталась. И мы можем еще через сто лет прилететь и увидим те самые рифленые подошвы, которые остались от Амстронга. Ну, конечно, можно сказать, что это полный бред, что все-таки американцы были на Луне. Но, как видите, все больше и больше материалов о том, что этого не было. Я думаю, что это, конечно, ложь, большая ложь. Только для чего? Он похож на всемирный заговор. Ведь вы не находите ли, да, друзья? Если в России это началось с космонавта Юрия Гагарина, то потом продолжилось с высадкой на Луну Амстронга с его командой. И, как вы помните, это было 20 июля 1969 года, когда Нил Амстронг вступил левой ногой на Луну, оставив там первый человеческий след в истории. Но теперь появилась новая теория заговора, согласно которой его ботинки не могли оставить таких отпечатков, рассказывает Борр и Панда. В качестве доказательства недалекие конспирологи сравнивают фото скафандра Нила Амстронга с миссией Аполлон-11, сделанной в 2015 году, астрономом Нилом Фейтом в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики и снимок с самой высадки. Но если вы помните, Нил Амстронг считал своим величайшим достижением вовсе не первые шаги, а прелунение модуля. То есть, ну пусть они как бы будут не теми шагами, не той подошвой, но сам Нил Амстронг, которого уже нет, да, и которого в психушке сгнобили, он вроде бы считал вот прелунение, это самое важное, а шаги его на пыли луны совершенно не важны. Итак, недавно в интернете появились новые горячие сведения о полете, тот самый полет 1969 года не дает кому-то покоя. Хотя Амстронг и прочие члены экипажа действительно носили скафандр Аполлон, изображенный вот на фото, я вам здесь это показываю, у них было еще и дополнительное снаряжение, в частности, как говорят, протекторы с ревленными подошвами. Протекторы защищают скафандр от порчи, пыли и повреждений. И они оставляют характерные следы, которые видны на многих фото, которые нам показывают с высадки на Луну космического корабля Аполлон. Но в музее нет протекторов, где хранятся остальное снаряжение Амстронга тоже неизвестно. Как говорят, что экипаж Аполлона-11 оставил на Луне около сотни предметов, чтобы сбросить вес. Среди них были телеобъективы, биологические жидкости и те самые протекторы. Вообще, конечно, друзья, мы не знаем, что там творится на этой Луне, почему Луна к нам повернута одной стороной и не поворачивается к другой, как она так не любит Землю или что-то скрывает там, на той стороне обратной Луны. Ну, а может быть, вообще Луна это та самая Земля, на которой живут небожители, которые, собственно говоря, с Земли поднимаются туда, на Луну. И поэтому нам вроде бы и представили вот эту самую Луну как искусственный спутник Земли или вообще спутник Земли, который летает вокруг Земли. Для того, чтобы показать, что это спутник Земли, что это просто тело космическое, которое летает над Землей и вокруг Земли. Чтобы отбить у нас всякие мысли, что на той самой Луне живут небожители, люди, которые с Земли улетают на Луну, чтобы, допустим, не попасть в ядерную войну. Ведь когда начнется ядерная бомбежка, то какие там шахты подземные, друзья? Все может подвернуться и все погибнет. Поэтому скрываться на Земле от ядерных бомбежек, от цунами, ну, практически невозможно. Может захватить вообще всех людей. И скрыться-то можно где? Только на Луне. На звездах, которые над нами. Искусственные. Искусственные Земли, которые созданы. И никакой нет Луны, вот такой, которая светит. Несомненно, конечно, друзья, Луна нам светит. Но светит просто как прожектор на Землю. Но этот прожектор – это Земля для наших с вами небожителей, которые управляют нашей Землей. Вот так мы с вами постепенно будем подходить шаг за шагом к тем небожителям, о которых я вам рассказываю время от времени. Те самые 22 старца, о которых мы упомянули вот совершенно в недавнем ролике. Итак, Луна – это Земля, которая находится в воздухе над нами, но на которой живут люди. Это космический корабль всего-навсего. Огромный космический корабль, на котором живут люди. Но космический корабль может быть и с Землей. А когда на Земле пропадает огромное количество детей, или огромное количество леса, куда-то увозится китайцами, которым и лес-то этот не нужен в таком количестве, мы думаем, а куда, куда, вот туда. На Луну это все может транспортироваться. Почему бы нет? Ведь это же так все просто. Просто наше сознание бесконечно уводит в какие-то космические дали. А на самом деле все вообще просто. Мы живем на своей Земле. Над нами находятся объекты, на которых живут люди. Те самые, да, куски. Вот Луна, вот еще другие звезды. И на них живут люди. И там покупаются места богатыми людьми нашего с вами мира. Об этом будем еще дальше с вами говорить. Я Таня Карацуба, Сиидбургхан. Таня Карацуба, Сиидбургхан.